доброе утро друзья сегодня у нас 13 января спасибо что не пятница вот мы живем по-прежнему саиногорцы в центре азии вот у нас знаете я часто сравнивал центр материка сравниваю плод плод из такой вот как кто катался на плоту тот знает что когда плод плывет особенно по течению или когда сильный ветер и он начинает болтать крутить и обычно выглядит это так центре плота сухо а по краям захлестывают волны и вот то что вы сейчас знаете и видите включая каждый день телевизор например сегодня 13 января когда циклон пришел и со стороны атлантики и заваливает европу парализуя целые города вот мегаполисы даже это выглядит у них катастрофично а у нас тишина вот полная тишина про погодную аномалии мы еще поговорим вот а почему мы сейчас но понятно в моем компьютере понятно что есть множество тайн и здесь кипит жизнь в этом компьютере вот это гостевая книга когда-то мы будем ее разбирать по косточкам когда я закончил 100 фильмов где-то уже 40 уже пятый десяток фильмов где делал делается вот я наверное возьмусь за эту гостевую книгу и может быть все оставшую жизнь буду отвечать на вопросы не только здесь вот нажимая на клавиши и давая сухие ответы но и уже как бы голосовую составляющую то есть удается больше сказать больше эмоций когда рассказываешь вот а пока для примера здесь написано так вчера в 1906 поступило письмо от сергея юферева кстати замечательный поэт есть даже у меня подборка его стихов вот сергей юферев так вот он у меня ну может он не такой уж как сказать ну вот он просто сюда вот да ну дачник ну и все таки он как как бы сказать очень увлекающийся человек любознательный человек вот он присылает информацию который нашел в журнале наука и жизнь номер 4 за 2004 год вот хорошо что есть такой сайт есть такая гостевая книга хорошо что люди сюда пишут и приводят множество примеров своей жизни и вот таких сейчас нам придется с вами посмотреть разобраться с этим примером вот называется он так вот подписанным ученым агрономом дадыкиным называется он так эксперимент тимирязевки вот есть ничего подобного я конечно от них не ожидал ну да бог с ним смотрим читаем трудно поверить но нынешнюю суровую зиму легко пережили деревья корни которых у корневой шейки были без почвы над ее поверхностью именно такой вовсе не случайно эксперимент на выживание был проведен мичуринском саду м с х а то есть я понял так что ладно не буду расшифровывать московская сельская академия так то наверно мичуринский сад основание корневой специально посажены для этой цели на клумбах специально посажены трех стерехлетных яблони груш когда они уже успели развить глубокую и мощную корневую систему еще прошлой весной освободили от почвы на глубину 25-30 сантиметров диаметре 50-70 сантиметров не такая большая яма кстати и только я верхнюю часть замульсировали 5 сантиметровым слоем перегноя и так в оголенном виде все они оставались на все лето осень и зиму теперь уже ясно что под влиянием солнечных лучей света ветра осенних холодов и зимних морозов постепенно день за днем корни деревьев закалились настолько что легко выдержали предпрошедшие сильные морозы конечно где они морские морозы нашли на основании корреляционной взаимосвязи между подземным слово то какое корреляционный видимо от слова коррекция может нет между подземными наземными частями дерева ученые предполагают что повышение зимостойкости оголенных корней все они взяли что ли повысилось интересно от того что не погибло оголенных корней способствует значительному закаливанию кроны кстати закаливание в кавычки правильно если бы без кавычек а то все-таки сомневается видимо что заказка раз кавычках так считаю сначала ученые предполагают что повышение зимостойкости оголенных корней, способствует значительному закаливанию кроны, да и растительного организма в целом. С чего они взяли? По моим понятиям, Москва это ближе к Африке, чем к Сибири. Так, тем более она греет сама себя. Подобный опыт на отдельных яблонях и грушах неплохо бы поставить и владельцам приставить двух участков. Фермерам, в первую очередь, тех регионах, где под мерзание деревьев явление не столь редкое, особенно на карликовых и полукарликовых вегетативных подвоях. А хорошо, что он в этом разбирается. Про вегетативные подвои. Дадыкин, В. Дадыкин, мужчина-агроном. Твое мнение, это уже ко мне обращается, с уважением, Сергей. Вот. Я растерялся, а у меня еще такой характер, я вечером думал, ночью думал. Вот. Не скажу, что в этот раз мне крышу сносило. Ну, вы знаете, в мозгах творилось непонятное. Первое впечатление, конечно, полное отрицание категорическое. Полное, безвозвратное. Нет, возвратное, но в начале было такое. Значит, хорошо вспоминал я. Мне жаль, что нет, как есть в соответствующих отраслях, такие понятия, как золотая клюква, золотая калоша. Вот. Некоторые даже гордятся, когда им калошу или клюкву вручают, типа, в виде приза. Вот. Хоть так заметят, бездарность и так далее. А тут, и потом вспомнил, а где-то в мировой науке тоже есть эта самая премия или там звание для тех, кто занимается абсолютно бесполезными вещами. Вот. Второе впечатление не просто оно было бесполезное, оно еще и опасное. Смотрите сюда. Если что, здесь еще есть обращение к владельцам участка, при садках участка фермерам, запятая, в тех регионах, где подмерзание явление не столь редкое. Значит, а я, видите как, вот когда такие обращения появляются, я вспоминаю популярнейший журнал, статью, ну, не статью, письмо, где человек пишет, взял этот опор, у основания дерева, взял его, обтисал, не срубил, а стесал кору, и вместо того, чтобы дерево погибло, одно из кислых яблок стало давать сладкие. Ну, и дальше такое примерно, ну, вот, мол, берите с меня пример. И вот, когда это потом в огромных тиражах распространяется, вред огромный, я называл уже десятки примеров, еще приведу, когда, в общем-то, ну, там ладно, там был простой мужик, а здесь-то ученые, и как к этому относиться? Вот, обращаю внимание еще на то, что особи, где, действительно, подмерзание не столь редко, а что бы ему редко, тем более, что он пишет, особенно карлик, полукарлик, вегетативных подвоях. Я вообще считаю, что это запрещенный прием, я вообще считаю, что это извращение, идиотизм, выращивать деревья на вегетативных подвоях. Откуда там возьмется морозостойкость, я до сих пор понять не могу. Вот, когда нету корней, когда корни искусственные, когда нет центрального корня и быть не может, когда они настолько мелкие, что полностью попадают под эту самую, эту промерзающую почву, и жизнь в них останавливается. Вот это он, спасибо ему, хотя бы этому товарищу Дадыкину, за то, что на это обратил внимание. Потом пришла ночь, потом пришло утро, я не реагировать я не мог. Почему? Я хочу, чтобы люди обращали на это внимание раз, и все-таки не рубили с плеча. Это первая реакция была нормального человека. Вот. Ученые сошли с ума, им больше заняться нечем, видимо, они уже все открыли. Вот. Открыли все или нет, давайте, так, нет, чуть позже. Надо ли вообще в принципе этим заниматься? Потом все-таки начал я, думал, думал, думал. Вы знаете, иногда мы тоже любители думаем, как-то не странно. И начал вспоминать, что, ну, во-первых, я, где-то есть у меня письмо, статья, моя переписка с студенткой Юлией Матвеевым, которая была у меня на производственной практике. О, чудо! Когда ее преподаватели отпустили к Железову. Не хотели, но все-таки она настойчива была, отпустили. То есть считалось, что это, в моем любительском саду практика будет неполноценной, ничего она не научится. Я потом написал, что это, когда она практику прошла, уехал, я, знаешь, написал, и не раз писал, и утвердал, что она единственная студентка теперь в России, которая умеет выращивать деревья. вот у меня полноценная практика. Так вот, обращаясь к ней, отвечая на ее письмо, письмо-отчет о ее делах, я как бы ее стал научным руководителем. Да, я научный руководитель, не хохры-мухры. Так вот, обращаясь, то есть моральный научный руководитель, не официальный. Я стал, я, это самое, ну, как бы это обращение, я вообще, я лице обращался к молодежи. Значит, я там писал так, на все оставшую жизнь, станете ученым, может, просто преподаватель в школе, но если станете ученым, не верьте никому, ничему. Не верьте. Вот. Не верьте в теорию относительности, это самое, все это не так. Не верьте Дарвину, всего это самое, происхождение видов, все это не так. Не верьте мне, Железову, не верьте, хотя настолько убедительно все, что я говорю. Вот так я обращал, Юлечка, дорогая, не верьте. Вы все должны начать с нуля, все проверить, все это самое. Всегда наука из этого исходила, что появлялись люди в науке, или чаще это были даже не профессионалы, вот, которые приходили, в голову, что все на самом деле наоборот. Вот. И вот сейчас я, получается, что ж такое-то, как я могу осудить эту статью, хотя она с виду выглядит довольно такой, ну, как бы сказать, нелогичная. Вспоминайте, еще на прошлом занятии, я Железов приводил снимок, там, значит, росло, небольшое дерево еще было, у него затормозился рост, а корни слегка оголились. Ну, посадка на холм уже, как-то немножко труднее удержаться корням, падать им самым, по уровню корневой шейки, почву трудно удержаться, вновь насыпанное, рыхлое, а еще полив, там, ливневый дождь, полив физлейки, или шланга может размыть, и деревья не погибают, я не раз это утверждал, это мои многочисленные наблюдения, они свой рост приостанавливают в это время. Вспоминайте мои слова, я, посмотрите на эту дату-то, здесь написано, вчера 19.06 пришло письмо, так, так, сегодня 13 января, и можно смело утверждать, я могу, имею право, что я правдив, что еще до этого мои слова были несколько похожи на вот то, что вы, то есть на эту тему же, что это не более чем совпадение, но символичное, что я там писал, не писал, а рассказывал, до этого и писал, но в данном случае я рассказывал. Вот фильм, перед этим фильмом, там я утверждаю следующее, голосовое, этот, голосом уже, что, если корни, ну, верхушки корней, верхняя часть корней оголяется, происходит мучительная, переделка их в штамп, вот, это замедляет рост, это болезненное состояние, потом дерево очухивается, то есть привыкает к этому состоянию, продолжает рост, все это оказывается настолько похоже, что тут, а тут специально раскопали, там это было, ну, не то что случайно, но так уж получилось, и, да, даже такие похожие темы совпали по времени, и вот теперь я уже считаю так, что это все, не все так, не все так однозначно, что моя первая реакция, как бы я назвал, инстинктивная, о том, что с ума сошли, схватился за голову, что это все-таки была реакция обывателя, вот, начал я уже, у меня мозги ночью никогда не спят, начал я прямо в середине ночи, в дремоте вспоминать, а, например, насколько неестественно, ведь кто-то же догадался, первый, наверное, он был гением, потому что все, что идет от обратного, это гениально, и сбывается, это гениально, ведь кто-то же придумал прививку, вспомните проблемы с полимелитом, сколько коллег было, прививка не самое безопасное занятие, но в целом-то она имеет положительный эффект, как можно заражать человека, ведь нормальному человеку, может быть тогда, наверное, это был 19 век, когда это, наверное, я еще забыл, ну, вопрос в принципе, когда кто-то догадался прививка человека, значит, заражая его специально, небольшими дозами, вот, он был гением, возможно, после этого еще бы стоили, сейчас бы, может быть, были бы миллионы коллег, или там, трупов по кладбищам, если бы не он догадался, и неизвестно, когда в следующий раз бы кто-то догадался, если бы не он, вдруг бы он раньше бы там, от ОСПа умер, например, до того, как он стал гением и изобрел прививку, вот, низко кланяюсь, правда, не знаю кому, так вот, значит, а это же настолько парадоксально, а вдруг они правы, ученые, а вдруг они раскопав такую яму, подмерзая, замораживая корни, вот, они увеличили морозостойкость, они там, не самые лета, ведь, что интересно, деревья-то трех-четырехлетние, да, молодежь еще, очень они в этом возрасте, ну, как бы сказать, в этом возрасте уж очень они, сейчас, кстати, возьму другую фотографию, вот, уж, в этом возрасте уж очень они пластичны, вот, а Москва не самый морозный город на планете, поэтому, а если даже никакого и не произошло, повышение морозостойкости, как они утверждают, ну, не произошло, но это еще не значит, что дерево должно обязательно погибнуть, так ведь, вот, потом, если бы я на этими деревьями понаблюдал бы, я бы сделал бы не так, там про это ни слова не сказано, заметка короткая, может быть, это было сделано, боюсь, что не было, но если эти деревья, допустим, 10, раскопали, рядом должны были еще 10 растений раскопаны, а потом только сравнивать, для меня это означает, следующее, я представляю как, допустим, если произошло закаливание, то, конечно, они все равно отставали в росте, вспоминайте, от прививок тоже умирает люди, почему, потому что, кто послабеет, тот не выдержит даже, вот этого мизерного внесения инфекции, вот, которое должно всего лишь организм настроить на борьбу, вот, так, так ведь, и вот, они должны бы как, те 10, которые нормально росли, продолжают расти нормально, эти отстают в росте, так, потом, ну, уже и не нагоняют, перебаливают, годы идут, заметьте, нужны годы, что это, выводы сделаны намного преждевременно, затем, значит, идут годы, и, они отстают в росте, но продолжают плодоносить, то есть, расти, развиваться, переболев, отстав, значительно, рядом с теми, а потом случается, допустим, Сороградская зима, в Москве она случается редко, допустим, раз в 13 лет, может быть, повторится, через 13, через 15, через, там, 12 лет, вот, и тогда только выводы, какие, смотрим, те деревья, которые были не закаленные, как бы, просто деревья, вот, они, допустим, подмерзли и замерзли, а эти, которые закалили, они же, молодец, что Дадыкин, что все-таки ученые, есть ученые, все-таки, осторожность присущая, он все-таки, слово закалили не взял, же в кавычки, молодец, вот, они, допустим, эти, эта группа деревьев, прекрасно продолжает развиваться, как, те, которые получили своеобразную закалку, вот, или, второй вариант, все и те, и те перенесли, значит, тогда работа по раскапыванию была напрасная, всего лишь деревья отстали в росте, а, значит, потеряли и урожайность, и больше ничего, и те, и те живы, вот, если это морозостойкие подвои, морозостойкие привои, или, наоборот, те нормальные живы, а эти нормально замерзли, потому что у них оголенные корни, и мороз туда добрался, а то, что морозостойкость корней уступает морозостойкости кроны, об этом знают уже, по-моему, буквально все, вот, а тут, тем более, приведен пример, что это надо делать, особенно с клоновыми подвоями, вот, вот эти клоновые подвои, их вообще не должно быть, ни одного, вот уж, железов, которого считали революционером, у одни, другие, Наполеоном, обзывали третий, имели я право, на резкие высказывания, имели я право, быть оппонентом науки, ну, спросите, у Александра Алексеевича, «Ребрика», которая является главным редактором популярнейшего журнала «Вестник садовода», вот, московского, которым я лично знаком, который просидел на всех моих семинарах в Москве, который знаком полностью с моим творческим, назвал меня «Водович садоводом». Я говорю не для холстовства, а для того, чтобы они сразу от меня не от это, не отпинывались, мол, опять еще один лезет со свиным рылом в калашный ряд, вот, так в этом калашном ряду не все благополучно, и вот эксперимент, который проведен учеными ТСХА, он должен был быть объявление рано, выводы сделаны рано, вот, то, что деревья живы, это еще не чудо, не с чем сравнивать, то, что я видел в Москве в том числе, вот, ни разу не сказал, в каком саду я был, вот, кто-то, может, и так догадается, вот, и что я там видел, боженьки ты мой, вот, и ничего я не скажу в упрек ученым, не скажу, я скажу в упрек климатическим аномалиям, которые довели до такого жалкого состояния, страшно было смотреть, страшно было ходить, вот, ну, а если брать в целом, нужен ли был тот эксперимент, ну, вот так же, как я не раз приводил пример Мичурина, да, нужен нам был этот царападус, который и так и не получил распространение в садах, который является чудо-гибридом между двумя абсолютно разными видами, черемухи и вишни, вот, чудо, да, вот, сохранится ли царападус через сотни лет, может, и сейчас уже нет, куда отклонит его, в сторону вишни, в сторону, допустим, той же черемухи, нужен он или нет, как, в принципе, для нас, дачников, обывателей, любителей нет, а я так уверен, а ему, ему, он нужен был, он расширял границы познания, ну, и тут я немножко, сегодня я, когда прочел это письмо, в голове все смешалось, помните мой принцип, обязательно говорить все подряд, листать все фотографии подряд, без всякой системы, что это наоборот, теперь мой принцип, чтобы не засыпали, когда речь идет об одной определенной какой-то теме, которая развивается постепенно, от фото к фото, вот, а сейчас я просто забегаю вперед, почему, впереди огромная подборка фотографий, по той причине, что, я хотел бы вам показать, да, вот это сад Чижика, вот, у него на десяти сотках, каждый год, пока был жив, вывозили грузовик, фруктов, вот, вот это, например, Елькина Галина Ивановна, вот она, угощает вас, персиками с моих саженцев, живет в Барнауле, там тоже климат, хоть считается относительно мягкий, но все-таки не подарок, вот, кого еще из друзей показать-то, кого бы показать-то, вот, Великий Байкал, вот, и тут дело в том, что, а это, не великий, не маленький, не большой, а просто наглый железо, вот, сейчас поймете, к чему я это говорю, а вот уж вообще, лучше садоват Урала, Латинков, видите, я сам им присваиваю такие звания, дождитесь от науки, у них там рядом ученые, которые близко к нему не приблизились, а вот Сергеев, Николай Георгиевич, еще один, чекудесник, вот, еще показать, вот, сейчас покажу, спешить не буду, делать тема-то серьезнейшая, и поймете, к чему я это говорю, вот, а вот сам, великий любитель садовод, Боднар Борис Иосифович, поселок Черемушки, город Сарногорск, вот, вот это, кстати, Юлия Матвея, которая говорил, девочка, да, которая у меня практика проходила, я возил знакомить, чтобы она вдохновила, чтобы она знала, что кудесники живут не только в научных садах, и тем более не в научных садах, потому что они не сдержатся никакими рамками, и сейчас вы видите, жаль, если его трудно разглядеть, огромный урожай, желтый черешник, вот, и так далее, и так далее, о, еще один кудесник, о, мой друг Чернобаев, Леонид Дмитриевич, вот, вы представляете, чтобы они бы, вместо того, чтобы, что это самое, выращивать супер сорта, что они бы, эти кудесники, что я показал, взяли бы, и начали подкапывать деревья, обнажая корни, да, это для науки, потому что у нее что-то там застопорилось, получилось так, что когда я утром проснулся, в голове уже была совсем другая картина, экспериментировать надо, но эксперимент должен быть чистый, вот, почему я так говорю, у меня было два случая, я спорил с двумя, ну, чуть не сказал, с самыми авторитетными садоводами России, одними из самых авторитетных садоводов в России, спор шел по таким понятиям, я противник, наука, пусть занимается чем угодно, им же надо, это, самое, отчеты представлять, вот, вырастить то, что я вам сейчас показывал, не в состоянии пока, но так получилось, вот, ну, случайно, обошли мы их лет на сто, вот, что-то надо предъявлять, вот такие эксперименты предъявляют, и, наконец, вот эти разновидные прививки, заметьте, никто не называет прививки, например, груши на черноплодную рябину, или, например, абрикоса на вишню, песчаную, вот, они достигают каких-то успехов, например, плодоношения, начало плодоношения, в отдельных случаях, да, вот, потом идет звон, а потом меня говорят, Олег Константинович, вы не правы, ваше утверждение не соответствует действительности, вот, разновидовые прививки имеют право быть, тем более, вы сами умудрились вырастить прекрасные плодоношения персики, неукрованные на абрикосах и на сливах, на моростойке, естественно, вот, на что я отвечал, полная безысходность, нету персиков морозостойких, значит, подвоев персиков не бывает, нету черешин морозостойких, и я вынужден выращивать их прививками на вишни, что это от безысходности, но если есть суперморозостойкие абрикосы, абрикосы надо прививать только на абрикосы, если есть суперморозостойкие китайские сливы, Сливы, которые заползли к нам на север, к Приморье, сотни лет ползли, заползли и адаптировались, то только вишни и сливы прививать на них. И никогда не надо сливы прививать на абрикосы, абрикосы на сливы, желательно вернее, прививать-то все можно. Нельзя прививать абрикосы на кустарниковую, с вишней, нельзя прививать мощную грушу на кустарниковую. Ту же аронию. И мне говорят, а вот и называют фамилию. А вот, представляете, а все живет, а все плодносит, вы не правы. И по каким-то причинам это направление надо развивать. Например, потому что у той же аронии она намного морозостойче. Та, допустим, у той же, к примеру, терна или там у сливы в отношении к абрикосу намного более крепкое на выпривание основание штамба. Вот. Подчеркиваю, все тоже, а я откликаюсь так. Это все равно от безысходности. Есть возможность только внутривидовой прививки. И вдруг у меня бах, а вот у него есть, а у этого плодоносит. И мне повезло в том плане, чтобы мне не быть, что я мог оказаться болтуном-голосном, но мне хватило вам рассказать, у вас есть связи с этими людьми? В одном случае и в втором. Есть. Прошло сколько-то лет? Прошло. Пожалуйста, позвоните и спросите, как себя чувствует тот сад, который вы видели в виде статьи «Полносящие деревья». Вот. Потом поступал ответ. Да, Валерий Константинович, вы правы. Садов этих уже нет. То есть, не отрисая ничего, короткий век. Надо ли сближать, и можно ли сближать, нужно ли сближать. Надо, можно и нужно. Пусть наука этим занимается. Вот. Но у нас путь должен быть у любителей более простой, более понятным. Нам загибы эти не нужны, потому что призывы вот эти самые. Вот почему бы этому человеку, ведь в тупик полнейший, когда перешли на эти так называемые клоновые подвои. Сейчас я на секунду вернусь обратно. Обратите внимание. Подобный опыт на отдельных яблонях и грушах неплохо бы поставить и владельцу представительных участков. Это не надо было об этом писать. Пусть они не раскапывают корни. Пусть они идут нормальным путем. Вот. Наука пусть раскапывает. К фермерам обращаться опрометчиво. Пусть занимается своим делом. Не моросим голову. Потом, что значит подобный опыт на отдельных яблонях? Мало. Хотите поставить опыт? Я сказал, 10 раскопанных, 10 не раскопанных. Лучше 100 раскопанных, 100 не раскопанных. Дайте нам доказательства, чтобы не получилось так же. Что я должен обратиться, как вы, Дадыкин? Он мне не ответит никогда. Хотя, заметьте, я не стал с порога говорить, вы что там, с ума сошли. Это только у меня первая мысль такая была. Вот. Вам что, заняться нечем? Нет. Они занялись закаливанием корней. Ну, я бы что потом сделал? Дал, раз в дерево не погиб, я бы все равно потом закопал. Что было бы потом? Ну, закалился, закалили обратно, это его, под теплый этот, слой почвы. Это я бы еще сделал. Оставили? Хорошо. Считаем. Номер 4 за 2004 год. Значит, опыт был проведен где-то в начале 21 века. Сейчас 2015 год. Вот сейчас мне нужен результат. А, к сожалению, на это реакции, я понимаю, не будет. МСХ мне не ответит 100%. Где-то, может быть, иногда, редко, есть такие отщепенцы, как бы, от науки. Мне приходилось самое, одно, два, три, не более, было таких этих, когда люди, ну, ну, это, съедают таких людей. Отщепенцы, грубое слово. Которые имеют свое мнение, им там делать нечего, понимаете? Нечего делать, потому что никому не нужны эти. Вот решила, давайте, а, давайте. Это смелое решение, это смирейшее решение, это революционное решение. Обнажить корни, потому что у меня, у нормального человека, это вызывает неприязнь, вызывает отороп, вызывает отторжение от этого. Вот, только после мучительных раздумий, а, пускай, посмотрим. Прошло 10 лет, больше 10 лет. Нам нужен результат. Извините, мы работа, ваши работодатели, потому что мы вам платим даже со, эти самые, чуть ли не сказал, со своих пенсий. Если разобраться, то есть пенсии тоже платим. Раз нам не доплачивают до нормального уровня жизни, значит, где-то часть этих денег оседает в других местах. Вот, и если наука занимается такими делами, то придавите результат. Пусть отрицательный, пусть деревья эти давно погибли. Но нам надо знать правду. Пройдет время, и теперь уже где-нибудь в Барнауле опять начнут раскапывать. Вот, нам нужно знать правду. Настолько мы идем параллельными путями, до нас никаких весчик не доходит. Это просто чудо, вот это редкое случай. Это наткнулись на такую заметку. Спасибо, Сергей Юферев. Немножко возвращаюсь к теме погоды. Итак, значит, я живу в центре материка, в которой я уподобляю плоту, которая в центре может быть сухая, по краям страшные катаклизмы. Катаклизмы, это обычно мы узнаем о Курилах, о Приморье, о Сахалине, о Камчатке. И с другой стороны, это то, что творится сейчас. Заваливает снегом, и непогоды весь Запад. Рассказали про Калининград, потом про Питер, сейчас Москва, Тверь. Ужас, что творится. Вот, не худшее место. Посмотрите. Пугали Сибирью. Скоро перестанут пугать. Потом, видимо, сюда потянутся мигранты. Я хочу, чтобы от меня была максимальная польза. Я в том фильме, который я снимал по мотивам поездки в Абазу, в несчастный сад, большой промышленный, угробленный, благодаря стандартной технологии, чуть не сказал научной, освещенный великими именами, вот, загубленный благодаря этому. Вот, и там я приводил пример, что вот они еще места не тронутые, не испорченные. И когда-то вся весь остальной мир погрузится в хаос климатический, соответственно, в хаос продовольственный. Вот. Надо бы сейчас об этом знать, помнить, постоянно думать об этом. Не пора ли, чуть не сказал, линять. Надо здесь столбить землю. Земли много, она в основном брошена. Правда, вам ее никто не даст, вам покажут. Все, обратитесь в место администрации. Вот такое вот. Вот. Идет величайшее предательство в истории России. Вспомним Пстолыпина. Сколько денег бухали, чтобы крестьянин собрал монатки, семью, сел на телегу, привязал к телеге корову, запряг последнюю лошадь, вот. И чтобы его за тысячи километров вот так вот ползти, 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 приползти на голое место, имея только топор, пилу. И дай бог, если у него там этот самый, хотя это нелегко, там мешок с гвоздями дотащить было. Вот. Это ж как надо было постараться. А сейчас есть все. Есть деньги пропиваемые, разворовываемые. Вот. Лежащее без дела, без счета. Миллиарды, не они, рублей, долларов. Так самое. Вот. И не дают землю, чтобы построить на ней дом и посадить сад. Вот. А я вас призываю в Сибирь. А в Сибири сейчас соточка где-то с краю поселочка. Это 20 тысяч за сотку. А вы вспомните, сказали только недавно, что у нас было до кризиса несколько месяцев. Знаете, когда это цифры какие лукавые? 20 процентов нищих, теперь у нас 40 процентов нищих россиян. Кто-то из них поднялся бы с колен на ноги. Вот. Кто же ему даст эти деньги, чтобы он прикупил землю? А еще у меня есть блестящая идея, господа. Раз уж здесь получилось. Вот смотрите сюда. Декабрь. Ноль, минус пять, минус десять, редко минус пятнадцать. Ноль. Иногда на плюс. Ну, правда, не опасный плюс так. Символический плюс. Зимы не было. Вроде бы природа готовилась, 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 готовилась. Сейчас я картинку сменю, а то скучно. Вот какую-нибудь красивую картинку. Вот это может. Вот природа готовилась, 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 готовилась. И наступила зима, которая должна быть лютой. Нет уток. Впервые нет ныне сей уток. Нет ту. Это значит, что я уже, это, почуяли, вроде бы беду, улетели. А так, бывало, зимовали. Большие табуны зимовали. Они четко разбирались в прогнозах лучше нас. Огромное количество поспело сибирки ягоды и красноплодные рябины. Вот природа готовилась кормить зимой всю живность. Вовремя упал лист. В диком лесу упал вовремя лист. Даже в культурном саду чуть ли не впервые упал лист. Вовремя уснули деревья. Все ждали мы катаклизма. Я ждал катаклизма. А его не случилось, пока не случилось. В декабрь, ну, как на Украине, то было холоднее, вон, судя по этим рассказам про газ и прочие прелести жизни. Пришел январь, сегодня 12-го. Стоят морозы. У-у-у, какие морозы. 20-30 градусов. Вот так промежутки в этом скачут. 20, 25, 22, по 30 снова. Вот. Ровненькая, теплая сибирская зима. Я не оговорился. Да, для Сибири она теплая. Ровная, теплая сибирская зима. Осталось ровно половины. Потому что уже зимнее солнцестояние позади. Прибавляется солнце, значит, греть должно больше. Но у нас все идет с опозданием. Вот. Что будет дальше, мы не знаем. Но если пронесет, если еще урожай, значит, природа работала с опозданием. Или там, может быть, небесная канцелярия все-таки немножко это самое в своих прогнозах ошиблась. Давай команду готовиться к лютой зиме нашим лесам и садам. Может быть. Вот. Но может быть, когда-то это будет центр последний, нормальный. С нормальными урожаями, с нормальными садами, с нормальными злаковыми культурами. Вот. У нас же как, знаете, Хакасия, когда один раз собрали 18 центов с гектара. Это был чуть ли не рекорд для нас. Где-то это смешные цифры. Вот. Всю жизнь садили в злаки, но садили себе в убыток. Что будет завтра, мы посмотрим. Вот. Я все время пытаюсь сказать. Не надо хватать чемоданы, как переселенцы. Тем более, никто вам гроша не даст за переезд в Сибирь. Наоборот, Сибирь продолжает пустеть. Не считая того, что здесь все больше, как их раньше называли, помните, инородцы поняли, о чем речь. Сибирь пустеет. А я говорю, ладно, не собирайте чемоданы, не переезжайте, не бросайте работу. Хотя и там, где вы живете, нищета голимая по ту сторону Урала. Попытайтесь здесь застолбить за собой кусочек земли, чтобы было куда бежать. Доиграемся. Посмотрите. Когда-то цветущая Сирия превратилась в сплошные развалины, сотнями тысяч трупов. Это кому-то надо. Понимаете? Надо испытать новое оружие. Надо тренировать армию. Надо деньги финансирования. Деньги осваивать. Вот их осваивать. А потом подсчитывается до страстного количества трупов. Чтобы кто-то доложил. Деньги освоены. Экономика наша продолжает развиваться. На крови тоже может экономика развиваться. Пока у нас тихо, заполняйте россияне. Я не говорю только русские. Я говорю россияне. Это те, кто уже давным-давно сблизились, сроднились. Русские, украинцы, белорусы. Там тоже когда-то добьют ведь белоруси. Не надейтесь. Вот. Все равно ее это прижучит. Следующий будет этот самый сценарий разыгрываться. По внедрению демократии с помощью крови и стрельбы. Русские, украинцы, белорусы, татары, евреи. Вот. Думаете, когда-нибудь будет мир в Израиле? Не надейтесь. Ваша дорога сюда. Мои сограждане. Бывшие сограждане. Будущие сограждане еврейской национальности. Вот. Заполоняйте Сибирь, стройте дома, распахивайте землю, садите сады. Вот. Иначе ваши дети будут говорить кто по-английски, кто по-китайски. Вот. Только детей будет очень мало. Геноцид. Кто же даст детей плодить? Вот. Давно хотел это сказать. Давно. Начал с этих экспериментов, с научных. Ну, а науке надо прислушаться к нам, любителям. Вот. Сколько раз я говорил, господа ученые, хотите иметь такие сады, как у нас? Вот. Хватит. Чуть не сказал ерундой заниматься. Занимайтесь. Но если занимаетесь этим раскапыванием корней для их... для их... для их закаливания, ну, пожалуйста, доводите до ума. Прошло 10 лет. Ну, почему это же науки жизни в журнале после 2004 года, почему в 2014 году через 10 лет не появилась заметка? Все к черту погибло. Или сад болеет, или сад ничем не отличается от просто деревьев, которые к никому в голову не приходило оголять корни. Вот тогда это будет серьезно. А то обратились к этим фермерам. Давайте пробовать, экспериментируйте. Мы уже доказали. Черт-то с два вы доказали. Вы раскопали 3-4 летние эти... деревья, молоденькие. А теперь они взрослые. Где они сейчас? Что они? Как они? Вот сейчас-то да. Вот сейчас, когда, может быть, после моего фильма, хотя до вас вряд ли это... и фильм вы вряд ли посмотрите, вы в другом мире живете. Вот сейчас бы самое время и сказать. Эксперимент подтвердился, а Железов скажет. Да, молодцы, ребята. Я со своей стороны, как бы, являюсь таким... экспертом из народа. А я таким, знаете, народным заседателем. Вот. Подтверждаю. Правильно к вам обратились в фермер. Раскапывайте деревья. Вот. Они будут лучше плодоносить. А хотите правду? Не верю, как сказал бы Станиславский на моем месте. Не верю. Не верю. Естественно, это ненормально. Вот. Не может получить преимущество оголенные корни, когда им нужно переболеть. Понимаете? Выжить, да. Могли выжить. Продолжать расти с опозданием? Могли. Вот. Но не более того. А раз я не верю, извините, я всю жизнь вас кормил. Я, Железов, который работал на двух алюминиевых, на никельно-люминиевых заводах, чьи изобретения и распредложения принесли стране миллионные доходы. Вот. Вот это я вас кормил. Там действительно это было такие изобретения, такие распредложения, что там уж не обманешь, не припишешь себе лишний мулик. Вот. А здесь какая-то схоластика. Посмотрим. Посмотрим. Сказал слепой. Слово слепой я применил в образное выражение. Вот. Я слепой. Я не вижу вашего сада. Я не вижу, что вы там раскопали. Я не могу поехать в Москву и прийти туда сказать, ну-ка, где этот, Дадыка, ой, как же правильно фамилия, а не наврать бы. Вот. Ну вот я уже и это, гостевую потерял. А вот она. Дадыкин, ученый-агроном. Так что, Сергей Юфирев, поэт, романтик, садовод, благодарю за эту статью. Мы с вами проговорили минут сорок. Я надеюсь, что не зря. Я надеюсь, что когда-то даже, вот, чем бы ни занималась наука, но какие-то отголоски от этих фильмов, которых будет сто-двести, должны до нее дойти. Я сто раз говорил. Вы загубили, ваши советы, сами загубили, ваши советы загубили сотни, миллионов, миллиарды деревьев. Мои ни одного. Когда-то на это надо обратить внимание. Продолжайте экспериментировать, но будьте добры, будьте объективны, будьте добросовестны, не держите нас в темноте, не призывайте, повторяю еще раз, вот как там написано-то, неплохо бы поставить, подобный опыт, неплохо бы поставить владельцам превосходных участков, фермеров, в первую очередь, тех регионов, где подмерзание деревьев не столь редко, но везде это. Кстати, любые больные деревья называют подмерзшими, уничтожают корневые шейки. Вот упоминает он же опять эти карликовые, полукарлики, вегетативные подвои. Вегетативные подвои, это палка, вот это земля с искусственными, неглубокими корнями. Единственное, еще их оправдывают, что у нас в стране много мест, с торпяных, много мест, вспомните Карелию, с кислой почвой, много мест, где близко грунтовая вода, где нужно экспериментировать по принципу, вдруг что-то выживет. Воткнул палку, выросли у нее корни, выросла крона, и пока морозы они убили, а убьют 100%, вот, может быть, что-то вырастет, потому что, если садить на семенах, вот это единственный случай, на семенных подвоях, единственный случай, когда еще хуже, еще быстрее могут погибнуть. Есть такой термин вымокания корней. Вот. Но вот это вот, спасибо вам, ученый-агроном Дадыкин, за то, что вы хоть понимаете, что, это редчайший случай, я впервые читаю, чтобы ученый-агроном откровенно написал, еще раз, напоследок, явление не столь редкое, особенно на карликовых и полукарликовых фидративных подвоях. Во! И знали бы вы, господа ученые, как я ненавижу ваши карликовые подвои, ваши, потому что вы придумали, вы внедрили практику, а потом этот способ, как самый легкий, простой, незаморачивающий, был принят на вооружение большинством плодопитомников. Вот. И найдите вы теперь плодопитомник, которого выращиваются на сельцевых подвоях, нормальные деревья. Эх, куда за толка это? Главное, что нет объективной картины, нет анализа, нет каких-то чрезвычайных заседаний. Знаете, когда чрезвычайные заседания, да смотрите, что Железу пишет, ведь оказывается, если он даже на четверть прав, это надо срочно принимать меры. Нужно ужесточать законодательство, нужно это самое, снова вернуться к ГОСТам, нужно обязательно, в которых будет полный запрет наклоновой подвои. Вот. Нужно ввести цензуру на эти дебильные агроприемы, которыми забиты вся эта литература, так называемая, но еще популярная. Вот так. Сейчас я растерялся, я обычно говорю про часовые фильмы, поговорили мы минут 40-50, можно было бы заканчивать, а дальше начнется, кстати, вот эти вот, а ладно, не буду, дальше у нас много будет тем, я буду говорить, что здесь никогда сад нельзя растить, а почему бы нет, скажете вы, вот, что вот эти вот кроны дебильные, что это предательство крупнейшего в России популярнейшего журнала, который вот это, заметные фотографии нарисовал. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok